Засознанно затягиваем до 5-го числа Это коррендарный срок, и какой-то период поможет Дюймся с обработкой поля. В результате получаем мелок полевой до 15-ти сантиметров, а сотый там 20-ти сантиметров. Все сезоны там нарастают, все нормально. Здесь мы накрываем раундапом над высокими нормами, а то 4-х с половиной километров. Либо я уже боюсь заявлять о том, что мы работаем 250 эстерона и 2,5 литра раундапа через сутки и поле готово для того, чтобы усеять. Вот таким образом, как мы вводим корнеотвысковые сорняки, решаем проблемы на первом этапе. Дальше. Семена. Вот здесь самое сложное, самое лучшее. И век учись, век жилье, а все равно ничего не будет. Значит, сколько мы не съели, то схожесть сои полевая превышает лабораторную. То гарантировано она ниже лабораторной скорости. Поэтому я рекомендую встать в две лаборатории на полевую схожесть, на схожесть. А еще сделать дома третью. Самое главное, как бы рекомендую, а особенно, мы сейчас перейдем к низким нормам, на бак-анализ. На бак-анализ, в некоторых случаях, если сильная зараженность, семена придется обработать. Прошу обратить внимание, если есть зараженность, посоветов с инвесторами, обратить внимание на обработку протравителями. Скажем, из семидесяти случаев, в процентах случаев мы и свою сою никогда не обрабатываем протравительную. Теперь мы об этом серьезно обладываемся. Уже есть проблем, есть пробелы по скорости, как бы. Что я могу порекомендовать и из чего мы получили опыт по повышению урожайности или сохранению урожая. Статакто Февер и Максим Иксель. Опыты, заложенные в семастых продукт со статакто, мы вам дали прибавку в один центр на фоне девяти центров. В этом вот это хорошо симфоник. Может быть, такая цифра немножко смешная, и не везет на фоне звучит. Мы шумеем, то не имеем. Милые открытые, прямо как есть. Не говорю, что там поменят какие-то урожаи. Делаем и следуем на бокаларис. Антернариозы, флодориозы, перевозы и все остальное. Это очень сильно может снизить болевую скорость, а потом вызвать определенные угрозы и проблемы от плодоплошек. Сроки Сева. Сроки Сева в Николаевской области, в принципе, они определяются исключением прогнозируемых заморозков и прогрев грунта, ну, от десяти градусов. Всем сильнее прогрет грунт, тем быстрее зачастую, тем меньше будет поражение грибками, которые находятся в почве, и тем меньше поражение по грибкам и птеменам, которые непосредственно находятся от семена предшественников. Ну, как бы понятно, что зимы зерновей, кукуруза, и, скажем так бы, футбольные, как и так далее, по типу горчицей, это будут наилучшие пришественники. Ну, у нас, как правило, в СОИ идет грибреаниматор после подсолнечника. Все знаем, что подсолнечник такой парень, что как бы непребовательный к себе, благодарный хозяину, то потом после подсолнечника по выразительности. Поэтому мы восстанавливаем поле, посредством СОИ, естественно, понимая, что мы уже сравнительно не доберем 15-20% контроля с грибками. Но мы получаем в конце года идеальное поле. Сей, чуть не хочу раз. Все злаковые, кукуруза, пшеница, ну, насыщенная азотом, короче, защищенная от сорняков. Ну, как бы вы меня поняли, да? Вот. Только таким образом мы можем восстановить поле после подсолнечника. Ну, подсолнечник нам приходится сеять, потому что это коммерческая культура. У нас есть финансовые обязательства перед боевиками, податковой, семьей, там, еще там с обутыльниками, какие-нибудь еще, так сказать. Ну, это шутка. Значит, теперь по нормам высела. Сегодня в хозяйстве 115-20 тысяч 115-20 тысяч, значит, СОИ, взошло СОИ на 280 гектаров. Это общая площадь. Ну, она случайно и до 500 съели. Получилось так. Независимо от того, что нам какую-то тунули свинью, связанную с возрастом НДС, в прошлом году было перепроизводство СОИ, по факту. Хороший урожай, большие площади, но когда касались переходной остаток, и так далее. Ну, тем не менее, СОИ остается из трех культур, которые я выращивался в хозяйстве. НД, горох и СОИ, самое рентабельное. По нормам, в принципе, от 90 тысяч до 200 тысяч, выше мы не сеем. До 200 тысяч. Хочу обратить внимание, полтава, видится и все остальное. Засевает из 800 тысяч. Ходит потом, грубо говоря, хлопцы. Вот такая СОЯ, вот такая масса. Развыгаем, мы видим тонкий стебель, два листа сверху, один стручок. В августе настает жара, и происходит, так называемая, абортация. Те, кто съел СОИ, хоть раз такое видели. Видели? Нет? Абортация стручков, то есть, отпадает, растение скидывает, ну, здесь, наверное, крымчане, я думаю, такая группа, или там, более жесткие условия, где ее не сеют. я, как бы, это применительно, короче, ко всем культурам. К тому же Эсминю, но по абортации нет, а по нитским нормам к Эсминю, к Фенисе, к подсолнечнику. Мы еще планируем кукушку. По ноту, пока никаких заявлений не буду делать. Делаю заявления по тем культурам, по которым мы получили реальные результаты, объективные результаты, и по которым я могу рекомендовать. Ребята, пробуйте. По ноту пока еще нет. Ну, там, если у него способность светлиться, а мы в прошлом году в фазе, где-то от 15 сантиметров, эх, давай гермесом аброматуй, потому что зарастем. Убили точку роста, он открутился, и там урожай был больше, чем на соседнем контрольном участке. То есть, как бы там, больше, выше. Ну, пока заявлений никаких я делать не буду, потому что, ну, начал работать совершенно недавно, и давать какие-то рекомендации. То есть, вы гермесом носили контрольный, я так понимаю. У вас пошел вторая волна? Да, да, да. Ну, у нас там было прометрин и и мазамокс, грунтовый гербесит. Я видел проблема, есть проблема, и мы одним попробовали. В принципе, гермес зарегистрирован. В этом фазе вы работали. Ну, давайте так. Я как бы инженер-механик, я фазы там пофазно не знаю, фаза была 12-15 сантиметров высоты. То есть, мы уже пан, або пропад. Если мы не попробуем, мы не попробуем, я прошу прощения, мы не узнаем. Попробовали, получилось работать. Да, да, конечно, точка роста была убита. Мы работаем, работаем. Вы тоже работаете, да? В такой фазе. До 20 сантиметров. Ну, вот видите, я специально для этого и сделал. В каких нормах сразу-то? 700. 700 грамм. Ну, так я рекомендую. Теперь по сои. Значит, по нормам, как бы, то есть, мы их практически снизили 3,5 раза, как и на пшенице. Зацеплю сразу пшеницу. Общий посев пшеницы полтора миллиона 60 килограмм на гектар в хозяйстве. И не стесняемся, вижу, что еще дальше будет снижение. Но этот год будет последний, третий год исследований. Больше мы не будем заниматься по нормам дальше, по удобрениям. По сои 90-200 тысяч. Ну, опять же, придерживаемся ранние, ультра ранние сорта до 200, поздние. И среди спелые сорта от 90 сей. В этом году заложены эксперименты за их 600 сортов от 50 тысяч. От 50 тысяч посмотрим. Интересно. Значит, хочу еще раз обратить. У меня сложилось такое мнение и впечатление за 21, но перед этим была группа, вероятно, болтавская. Значит, все верещат, что в этом году плохая полевая вскользь. Это так, я общаюсь, как бы там. Это признак того, что будет, по моим наблюдениям, если соя дает плохую полевую вскользь, это саморегуляция и подготовка к жестким условиям, короче, переводцветения и налива. То есть, она постоянно снижает, но это миф, пока миф. Через два месяца будет. Миф о том, что происходит саморегуляция, и сменьшение в регуляции, для того, чтобы сложилась сильнейшая вообще в окуляции. То есть, как бы, она предчувствует засуху в критический период? Или она предчувствует или развивается патогенными микрофлорами. Микрофлорами в почве, которая угнетает, а к этому были какие-то предпосылки, и, может быть, тут сложная система, которая регулирует. Ну, это я вот, как бы, такое наблюдение в этом году для себя сделал, я хочу с ним поделиться, и вы тоже понаблюдайте. Вадим, а правильно я услышал, по гороху снижение нормы высевания не получилось? А что не получилось? Ну, он не способен, как специалисты, если сорта сои не способны куситься, то есть, скучения не было, он не почувствовал, что есть возможность, что есть питание, и так далее, распуститься, дать больше... начали ветвиться. кровоосадков и температура на 2-3 градуса, и вы допускаете до того, что происходит абортация, значит, вы все на гору выращиваете. Поэтому, как бы, четыре культуры, которые, ну, по инсектицидам, стоп, по фунгицидам, в нашей зоне, я подчеркиваю, я говорю то, что в моей зоне, у вас может быть совершенно по-другому, в моей зоне мы работали абакусами, оказывается, с другими аналогами, препаратами, как бы, эффективность применения ноль. Ноль эффективность применения, то ли сохранение урожая, не знаю, то ли самая, самая, регуляция какая-то, то ли еще что-то, как бы там, и раз в четыре года, короче, меня подталкивают, приезжают суперхимики, у тебя болезнь, и вот попробовал, попробовали, ноль. Контроли, все, и эти контроли, если я, у меня он не получается, я об этом еще, ни о ком, не делал никаких заявлений, что, ну вот, вроде бы было, вроде бы не было, четко проехал комбайн, убрал, поверили, если, не знаю почему, либо, потому что низкие нормы, растения способны к самовосновлению, самолечению, оно живет в изобилии, талии, и улай, поэтому оно требует, короче, применение, фунгицидов. то инсинктицида, ну, ситуация тут непростая, ну, собственно, непростая, непростая, ну, с 15 июня, с 15 июня, у нас, узкокрылая, да, бобовникова, хлопковая совка, которая может до 70% уничтожить урожа, это и на ноте, это и на сои, возможно, и на других бобовых, которые как раз попадают в этот период лета. Значит, самая главная здесь проблема, вовремя определить заселение и положение. Слава Богу, карагены, ребята, разработали, решение всех вопросов. Вы знаете, до 150 грамм, до 150 грамм, на сои даже 120, укуруза, конечно, там еще больше вопросов, потому что мы с нефть, сегодня мы воюем, воюем. В прошлый год, опыт, 5 раз опрыскивание, на 2000 гектаров, ну, 2200, 5 опрыскивание, 6-ой уже надоело, даже караген, не забыл. Опыт, опыт, был 300 гектаров отдельно, изначально карагена, один раз, один раз. Да, все, тут вопрос вообще решен. Я хочу сказать, я пять лет назад познакомился, даже больше, шесть лет назад познакомился, меня уговаривали на караген, на этот препарат. Это, кстати, единственный, из неночистного, бэлт вышел еще в этом сад. Ну, он только-только после Магдуса, был на продаже, у меня есть. Единственный препарат, который способен по повороте узкокрылых. Вот такая, пять раз, там, чем это, кламиды, клаприды, нурели, шмелли, что такое? Я купил 100 литров препарата, меня чуть ли не упрашивали, путевочку, короче, в Грецию, там, где, собственно, родилась мысль поставить водоочистку. В Грецию, за то, что я купил 100 километров этого самого карагена, применил, и сегодня я даю рекламу, и реально он работает, он классно работает. Поэтому проблема с узкокрылыми решена, на стое без проблем. Идем дальше. Клещ, потом клещ, в это время появляется мой любимый клещ. По клещу, есть сегмент, скажем так, беру 500 гривен, ну, я уже на украинске, 500 гривен, свыше 1000 и свыше 2000. Все, что свыше 1000 гривен, оно не работает, или работает неэффективно, не рекомендую никому применять. Бренды и другие препараты. Проверено, ну, достаточно, относительно эффективно, не так, как караген. Это у нас No Real Day Bifitrine. No Real Day Bifitrine в парке очень хорошо работают, и хороший эффект, если уже ты прозевал, для того, чтобы потушить пожар. Великолепно. Рекомендую чередовать Hexity Azox, это бластер, значит, в паре с бифитрином, и через 7-10 дней минимум нужно сделать 2, а то и 3 обработки, для того, чтобы как-то сдержать этого клеща. Побороть его, победить 100%, вы его никогда не сможете. Вы только его можете контролировать его количество. И третья, третья формула. Это у нас биопрепарат, который в прошлом году я уже отчаянно попробовал и получилось. Это бетоксобицелин, бацелин и октофит. Литр октофита и 2 литра бетоксобицелина, грубо говоря, там 10 долларов на гектар, 2-3 обработки, как бы, решают все проблемы. Плюс, это уже не химия, собственно говоря, там есть определенный момент и по механизаторам, и по всему автоному, но работает достаточно эффективно. Шучу, ребята, по этому поводу пробуйте. Дальше, уборка. У нас в хозяйстве 2 комбайна, 1 John Deere практически одного года свежий и 1 кинь. Не хочу делать антирекламу или рекламу есть уборки после снижения норм после снижения норм увесила за счет того, что прикрепление нижнего стручка получается достаточно низко, не участвует. Хоть у него жадкая и флекс и так далее, она уступает и прилично уступает комбайну John Deere или жадке John Deere она значительно ниже убирает и практически мы весь урожай убираем. Если нету жадок флекс рекомендую настоятельно купить. Разница между, мы делали там лет 8 назад замер у нас была Niva Effect комбайн 4-х метровая жадка и 7-метровая флекс кейсовская жадка разница 2,5 центнера. На 15 центнерах это ощутимо. На 500 га можете посчитать сколько я за в хозяйстве оставил у себя зерна при жадке купили сур так по срокам посева я в принципе сказал там у нас с 25 апреля по 1 июня без практически без снижения урожая и и и и затягивания ну как бы я готов ответить еще на какие-то вопросы по междуряде и свой вид на урожай на междуряде то что мы видели ну в принципе как бы а стоп я сейчас по междуряде посои сейчас я уже закончу здесь я упустил это по междуряде посои в наших условиях при средней статистической урожайности из 17 центнеров там мы собрали за 5 лет последнюю урожайность там было еще и 9 было и 26 в хозяйстве на гору то есть при 17 центнерах мы сеем с такими журядниками с которым у нас либо свободная сеялка либо свободный тракторист это либо 76 это либо 50 это либо 19 разницы урожаи снижение или повышение мы не увидели поэтому можно сеять любыми сеялками конечно в тех условиях где 500 и выше миллиметров осадков и температурный режим более-менее стабильный там конечно 30 в районе 30-40 сантиметров лучше сузить для того чтобы более активно проходил фотосветность это сложный процесс превращения солнечной энергии в органическое вещество через листья поэтому если мы взбиваем в родок меньше получает солнечного света естественно может повлить за собой отрицательный урожай по отрицательному теперь пора все можно поставить не вопрос не вопрос сейчас вопрос инокуляции вообще стоп я его упустил по инокуляции были исследования мы работали сразу начиная с отечественных там чернигов крым работали с импортными там европа канада америка мы остановились это у нас интекс ABM инокулянт премиум оптимайз хайстик суперсоя остановились значит было исследование и интекс инокулянт премиум и оптимайз наилучший результат прибавка 2 центнера дал оптимайз и 33,5 в пересчете на сырое белок это очень важный момент при реализации зерна сои все покупатели на это очень сильно обращаются то есть сто процентов десяточку это оптимайз четырехсотый или двухсотый и там можно дополнительное вспомогательное вещество отдельно там пакет непосредственно с инокулянтом бразилия и питательная среда так называемый препарат его можно за неделю за две он гарантированно хорошо сохраняется то есть что в нашей зоне при наших осадках грунты у нас у меня лично очень богатые которые там получили высокого грунта ограничивающим фактором является температура и отсутствие влаги почему мы решили ту влагу накопить весною за счет низкого количества растений на единицу площади сохранить эту влагу лимитирующей на тот момент когда у нас будет наливить цветение туда сохранить отдать ее и она там происходит саморегуляция если все не чувствуют что есть влага питательные вещества кидают веточку кидают стручки в стручке может быть и одно зернышко и четыре вы это видели то есть это и горох и самое главное потенциал урожая я уже на зимней конференции об этом говорил но он не занесен в книгу рекордов Гиннесса на капельном орошении тип столер американский фермер получил 150 центнеров 150 центнеров сои то есть американцы в пределах 250-350 тысяч сеют представьте мы 300 тысяч порежем на 3 посеем 50 100 тысяч сои и получим 50 центнеров но это я думаю навряд ли кто из нас такой рожай получал поэтому как бы у нас в хозяйстве посеяно на сегодняшний день 115-120 тысяч а нормы можно снижать средние и позднеспелые сорта до 90 выше 200 мы у себя не сеем суть не в том что я хочу навязать мне свое мнение вот делайте так и мы с вами сегодня общаемся я хочу как бы вас подтолкнуть на то чтобы вы у себя пробовали потому что у кого-то у меня есть результат а не получается вы пробуйте у себя и я готов буду и буду рад если у вас какие-то будут интересные опыты поделиться и чтобы вы с чем-то поделились со мной и применить у себя сроки вегетации уборка до уборки там три сорта доминирующая в хозяйстве один мы убираем в конце августа второй в середине сентября и третье в конце сентября мы успеваем посеять пшеницу у нас регулируем детерминанты и детерминанты и тип сои у нас один детерминанты и два и детерминанты чем они отличаются то есть соя она растет по солнцу когда ты ее не посеешь детерминатный тип он вызреет 10-18 когда не посеешь 1 мая и то есть она интересна по сои не сокращают отрезок времени по вегетации, то есть как бы мы его не сеяли, у него четко 60 или 90 дней он вызрит. Зачем используем этот сорт? Мы четко знаем, когда он вызрит и настраиваемся на уборку. Либо нужно посеять, либо растянуть уборку, чтобы нагрузка не была большая, либо еще какие-то другие причины, по которым мы это используем. По сортам есть и отечественные, ну не ГМО, есть и, вы меня поняли, не отечественные селекции. Постоянно обновляем завозы, вы понимаете, что они завозы. Все эти сорта это не для прессы. Что это за сорт посеяв в сравнении с каким-то базовым сортом? Мы часто так делаем, завозим, сеем, наблюдаем с базовым сортом, выборковым, либо оставляем еще несколько лет. Сортообновление идет постоянно, постоянно заходят новые сорта в Украину, мы экспериментируем. За счет этого, если там лично, когда наследие урожая нас было 15, при том, что серьезные изменения в климате, то мы уже поднялись до 17. А протравители используют? Протравители используем. Скандак ТОП, Максим Эксель и Фэвер, если не считать, там Фэвер. Семенами тут вообще ситуация очень сложная, прошу на это внимание обратить, если уже так пошло свои семена, то надо начинать подход к семенам с уборки. Барабанные комбайны очень сильно травмируют зерно, то есть зерно может быть целое, целое, но при уборке барабан травмирует, отбивается ключок или там появляются микросвещины, через которые попадают инфекции и очень сильно снижает скорость. То есть нам лаборатория в идеальных условиях дает там 91 градуса, а фактически это может быть 40, поэтому рекомендую в несколько лабораториях сделать скорость и в несколько лабораториях сделать блок-анализ. Блок-анализ в обязательном порядке и потом оценить, может даже выбраководить семена. Ну если уже там они очень классные, там где-то посеять с повышенными нормами, посеять с запозданием, когда теплая зерна, так как разойдет и не так будет поражаться патогеном микрофлорой, который есть в почве и на семенах. Значит настройки комбайна, у нас дворота на комбайна, мы настраиваем комбайн, снижаем до тех пор, пока активно не начинать и вымолоченные стручки, ну не то что там прямо один к одному идти в бункер. Их потом на складе легче отделить, сколько там нам надо тех семян, 5-10 тонн при наших нормах до 30 килограммов. При таких настройках комбайна оборотов, барабанно-транспортеров происходит наименьшее травмирование и высокая степень схожести. Но опять же, обязательный бак-анализ и обязательно исследование по схожести в разных лабораториях. Потому что лаборатория, лаборатория и рознь, и если есть проблемы, то нужно в принципе консультироваться. Ну и вот, когда там тарадолевоз, 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 тарадолевоз очень прочее. А когда проходят низкие нормы, здесь ребята рисковать очень опасно. А гербициды и миназолины? Сейчас по питанию, потом по гербицидам. Значит, по питанию мы только даем только инокулянт. У нас влага ограничивает наши возможности. И, собственно говоря, она самодостаточная культура за счет азон фиксирующих бактерий. Фиксируют из воздуха, фосфор и калий у нас в высокой степени содержания. Поэтому мы не видим смысла давать какой-то дополнительный. Есть вариант, когда хороший год, полные склады. Я хочу еще больше получить. Результат покупаем. Соя жена любит азот. Даем азот. В этот момент может не прижиться. Она будет жить за счет искусственного азота и ризобиум, бактерия. Может не прижиться. Ой, а что-то с этими кассами тут вообще ситуация очень непростая, ребята. Я вот как бы, мне рекомендуют, а потом я с этими ребятами. Ну, что там с кассами, как ты поработаешь? Да, нормально так. Я вижу, что это самое. Я припалил или там, мне привезли, он был какой-то черный или коричневый. И у меня был остаток. Честно говоря, либо я не дорабатываю, либо я боюсь. С кассами по листу ничем не работаю. Хочу? Трубка? Нет. Даже если вот здесь, в Днепропетровской области отказываются из-за якобы засушенных условий работать. Ну, представьте, мы сейчас на юг сместимся 150-200 км. Там не находится базовое хозяйство. Трубка мы не купим. Микроэнергии? Приказы там. Ничего. Все. Ну, не соя, а кукуруза. Ну, если уже пошло по кукурузе, сейчас у нас идет направление по кукурузе снизится от 20 до 30 тысяч, получить два початка на стебле. На стебле с целью экономии энергии и воды, дабы вырастить один стержень, да? А второй тот, который соседний пустит, должен был быть соседний. То есть, что у нас случается? Пустит на початку. Как в прошлом году. В прошлом году в ногу, где цель наполняет. Ну да. А не но. Да. То есть, оно завязалось, а потом оно перетекло в этот самый стержень. Ну, кстати, по кукурузе есть гибриды. Мы с Монсанто только с Монсанто работаем. Которые второй початок не дают. Это с низким палом. 2,3,3,2,6,2,3. Это может не скоро. Так. Еще вопрос. Эрмициды. Эрмициды, да. Ну, по ГЭМ понятно все. От фазы семидоли до цветения никаких проблем. Любые эти самые, любые дозы там мы не ощущали, не видели. Китайцы, не китайцы, оригиналы. Конечно, если есть подделка на Китай, то там лучше не брать. Вот. Поэтому. Вот сейчас мы подходим. По сортовой сои. По сортовой сои. В принципе, сейчас у нас по-моему БАС. Байер выпустил там 2 компоненты. Препарат Бентазон. Еще с каким-то. Как его называют? Кору. Не, не Кору. Я смотрел. Это БАСовский. Это Байерский. Значит, с теми препаратами, с которыми я работал. Это был Пивот, который имеет серьезное последействие в паре с Хармони. Ну, в принципе, неплохо подавление сорняков было. Тех, которые есть. А именно Амброзия у нас серьезная сорняк. Лобода. Тоже. Пока не применили Хармони. С Лободой были проблемы. Вот. И с Хармони надо очень аккуратно работать. Потому что передоз ведет к снижению урожайности. А там нормировка от 6 до 8 грамм. Если будут какие-то неправильные настройки опрыскивателя. Или еще что-то. И передоз может привести. Ну, она отойдет. А зачем припалили? Вот это вот. Пульсаром. Она отойдет. Какую норму давали? Восемь. Восемь. Ну, не переживайте. Она отойдет. Восемь. 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 Мы работаем. Сейчас я в сторону уйду. Мы вообще на температуру до 50 градусов не обращаем внимание. Ветерный температур. В принципе это нормально. Норма тогда какая? Что-то? Какая норма? По воде. По воде по общему. 20 литров на гектар. 20? Да. Попробуйте читать. Провезной режим. Временный режим. Мы все пришли на работу до 11 закончили. Там самоходная пыльская. Теперь до 200 гектар работает. Представьте бочка на 150 гектар. Понятно. Форсунки. Форсунки обычные. То есть как бы здесь что-то самодостаточное. И простые люди. Мне кстати нравится. Что ребята писали о земли. Приехали. Нашли деньги. Время там и так далее. Форсунки стоят. Агромодулевские. И польские. 0.1. Помаранчевые. Разница не имеет. Агромодуль. Да. Там есть определенные проблемы. Если кого-то интересует. Мы уже индивидуально поговорим. Позитивные проблемы. Ну вот кстати там. Крымчане приезжали. Я вам показал. Кстати. Федоринку тоже. Надо будет там рассказать. Я вам показал. Про сумки. Все. Цены. Ну. Я вам скажу. Это не панацея. Но ребята молодцы. Я горжусь. У нас в Украине. И россияне тоже берут. Это все дело. Ну там есть определенный момент. Короче. При обработке. Хотя. Может быть у нас одно. У вас по другому. Свободно работать. 0.1. Ну там надо что. 0.1. В чем проблема. Там очень-очень качественно должна быть подготовленная вода. Потому что щель маленькая. Она забивается. Подготовка должна быть серьезной воды. Ну мы по сути дистирированной водой. Мы на трехсотых. На третьих форсунках. Сейчас работаем. Они получаются двойные. Там вообще же отверстие очень маленькое. И там. Чулки. Да. Дуфакельные. Чулки. Опрыскиватели. Делайте водоподготовку. Это спасет ситуацию. Не всегда. Ну Гайшер. После этого. После водоподготовки. Мы надеемся поставили систему водоотчестного. Ну что-то. Ну вот. Кругля. Да. Кругля. Кругля. У нас дикое снижание железа. То есть у нас форсунки забивались. То есть только выходил опрыскиватель. Да. Просто ржавчины забивались. Каким образом водоподготовка? Осмы колонны. Смола. Обращение железа. Да. То есть мы как раз после ваших рекомендаций скажем так. Вот в этом году поставили. Нарекания теперь по воде нет. Работаем рассой. 60 литров. Правда работаем. 20 сантиметров. А доля дороже выходит если этого не сделать. Я и не веду 60 литров воды. 60 литров. Подготовленные. Ну вот у нас. В общем. Меньшему. Ну вот. Вадим. 20 литров. Да. Нарешен по счет. Палкум. Вадим. 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 Ну, наверное, как бы, знаешь, нисколько важно, она не критична, да, там даже я как-то порылся в интернете, я думаю, наверное, у меня более проблематично. Жесткость воды, это присутствие, короче, солей жесткости, которые связывают всю группу 24D, вот, и соли глифосата, поэтому, ну, было принято решение для того, чтобы исключить это все, что, все, я все сделал, ничего не знаю, пускай работать как хочет, исключить, поставили обратный осмос, я скажу, это очень недорого, и, блин, заканчивается, там вообще никаких проблем, то есть ни о чем не думаешь. Обратный осмос. Ну, обратный осмос, это систему, на сегодняшний день, одна из, наверное, единственная система, которая может очистить воду от вредных примесей, скажем, те же соли, значит, жесткости, их, ну, ни кипячения, ни чем только, только обратным осмосом можно их убрать. Вадим, мы посмотрим здесь делянки. Так, здесь несколько делянок, даже не одна, их здесь много, с разными нормами, с разными междурядьями. Как бы, сегодня еще мы особо ничего не видим, потому что, это здесь сроки посева, вот здесь стоя слева, обратите внимание, посеянная, всходила, ну, почти 20 дней, да, а вот здесь она за 8 дней уже сверху зашла тогда, когда грунт достаточно сильно был прогрет, достаточно сильно хорошо прогретый, она хорошо стартанула, так еще все. Да, 20-го посев, вот она уже вся практически сверху, междурядья. Вот здесь сейчас мы смотрим, у нас узкорядная 19 и нормы, ну, как бы, в августе, в августе, в школы наутил, вот тогда здесь можно будет что-то увидеть. Сейчас мы пока обведем просто способы посева, нормы, и, может быть, вот здесь порядка 150-500 тысяч, как на этом у кого-то это густо, и 10 лет назад в своем предприятии, вот я вот такой посев пересевал, а сегодня для меня это критичная верхняя точка, при которой больше нельзя хуже сеять. И здесь, опять же, акцент о том, что, ребят, я не популяризирую сою, я не популяризирую пустоты, я наталкиваю на то, что пробуйте, пробуйте с разными культурами. И сегодня это серьезно дает экономику, серьезный финансовый результат. Хочу сейчас привести один пример. В прошлом году у меня 580 га посеяно пшеницы, мы заготовили 135 тонн семян пшеницы на посев, высеяли 35, ну, грубо говоря, там, больше 80 тонн осталось в хозяйстве, мы его продали, и осталось 20 тысяч долларов, короче, у меня в карман. При этом логистика занимала один прицеп 7 тонны, вывозил вместо 4 в день на поле массея комплексом 770 га. Норма высева 1,5 миллиона 60 килограмм. Здесь и время заправки, здесь и протравитель, здесь и склады до хранения, подготовка. Там такая экономика, что я просто, блин, и еще это, собственно говоря, не предел по снижению. В этом вот... Я меня переместил на канале Илья Ивановича, да, вы там это показываете, да, там, в каком-то ролике, но и вот... Эрнест там как раз присутствует, Эрнест, вот вы же там на месте были, но за счет чего такое впущение? Это влага была на тот момент, на тот момент посева? Я... Пушеница, я пушеница, да. Ну, впущение как бы там... Я к чему? На чем хочу сэксентировать? Урожай сирпоз, ну, не 100%, а в большей части зависит не от того, как мы густо посеем, а на от того, какой потенциал поля, как мы с ним работаем. Удобрение, влага, предшественник, погодные условия и так далее. Вот то поле, предшественник там был горчица, вынос питательных веществ был небольшой, она считается как санитар, хорошие сложились условия, и поэтому пшеница, ячмень, все зерновые, коэффициент крущения у них там даже, я не знаю, как у меня он находил, случайно подошел, вырвал ячмень 61. Вот в прошлом году увидел у Михаила Ивановича там за 80, по-моему, силица пустилась. Ну, на отдельный пустилю, да? Да, и... Ну, нет, ну, конечно... Это отображает потенциал растения. Потенциал растения, да, потенциал реализуется вследствие наличия там питательных веществ. Тех условий, которые мы создаем, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз хочу поднять заакцентирую. Там в поле или на краю в госпитале? Вот именно в... Среди поля. Среди поля. Среди поля и вот сейчас там мы планируем, планируем как бы семинары, и мы справляющим приехали, и подали ячмень, там был ячмень, потом рапс, потом пшеница, и зашел через год ячмень, и я как бы вырвал... Ну, некрасиво, люди приедут, там где-то там торчит, и пшеница, ячмень вырваю, а там 60 побегов с колосьями, не под... Пшеница. Ячменя. Среди поля. Вы должны, ну, как бы... Смысл не в том, что я сейчас вам хочу доказать что-то, я хочу... Смысл в том, что заставить вас пробовать, стимулировать даже, сколько заставить, сколько стимулировать. Ну, смотрите. Ну, пасите 100, 200, 300, 500, там сколько хотите, миллион, 20... Вот именно вы когда вот нашли такие нормы, там какая-то... В сниженом поле. В сниженом поле мы вырвали падали, что вещменя. Понятно. Понятно, да? Понятно? Нет, нет, неприменяемый в этом году там удалось, короче, ребят, там... И, кстати, хочу сакцентировать, здесь тоже был, да, еще опыт по био-микроэлементам, препаратам, сверху, как бы, мы должны были там пройтись, вот. Но я так подагаю, что продавцы отказались, потому что они подозревали, что здесь будет много людей, и если результата не будет, это будет антиреклама. Никаких микро-акро-подобных подкормок мы по листу не применяем. Ну, с карбамидом нет, как бы, было у меня там опыт, но сейчас пока по карбамиду ничего плохого или хорошего не могу сказать. Журт-Эрнец может там сказать. То есть, Вадим, вы не балуетесь? Нет, еще не успел. Ну, как бы, кормим по методу Кузнецкого и румами по методу Хау. Это азотное питание. Но в этом году нужно было дважды это делать. Ну, кто же знал, какой год. Поэтому мы изначально низкие нормы сеем, пшеницы и все остальное. А оно пускай думает, почему я должен думать, какой этот будет год. Хороший или плохой. Знаете, я скажу, некоторые растения умнее некоторых людей. Хорошо сказано. Опыт этого года по паровому полю посеяли 3 миллиона аскет и торин. Паровое поле по классике? Да. Паровое поле по классике. По классике на тень. А? По классике на тень. Не, не, именно классика. И рядом наутина. Рядом два поля. Значит, пришли, наш агроном, Павел Михайлович, пришли. 3 миллиона видим растений. Он говорит, все, ничего не получится. Я говорю, бери сеялку, вносим 100 килограмм в селитры. Дальше. По 20 килограмм карбамида, вылю 200 литров, 3 литра ортофосфорной кислоты, 2 круга делали. Понятно, да? Раз прошли 20 килограмм карбамида, 3 килограмм ортофосфорной кислоты. Раз вернулись, через неделю опять зашли. Пока с одного конца зашли к другому. Сейчас увидели, результат на лицо. Ну, вкущение получили, колос получили. Растение, если было желтое, лимонного цвета. Да? Хотя паровое. Сроки сева. Сроки сева первая половина октября. До 15 килограмма. А вот если было в вашем районе? 15 сентября. Дальше. Дальше. Рассказываем. Посев. 21 сентября. Посев. Шиница Торил. Первая репродукция. Посеяли. 1 октября. Подучили рваный сход. Влаги нет. Вкущение получили только к концу ноября. Порядка двух штук. Прошли точно так же карбамид. Остопос, только весной. Но не кормили так. Получили 3-4 кущения. И отправили в счастливый путь. Ну, еще раз прошли. Два раза карбамиды. Ну, вкущение, оно еще осенью прошло. Просто оно не вышло на этот самый. То есть, не было времени, чтобы выйти, показать листочку. Поэтому, все-таки я настаиваю на том, что коэффициент кущения зависит от потенциала поля, а не от уже от того, что пытаемся как-то выйти кущения. Если влаги не было, то пущиться она не будет. Там дождя не было. Он сидел. Взошло только в конце ноября. Ну, у меня была тоже такая ситуация в конце октября. У нас сроки посева до 1 октября. В конце октября взошла пшеница. И весной кущение от 11 до 17 было. Ну, там, детская рома, обычно была посеяна. В принципе, кущение уже закладывается еще с осенью. Водим, а у нас это того вот, красота? Да, да, да. Здравствуйте, еще 20 минут, чтобы все успели. Водим, а вас, скажи, я не отзываю. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, 300 км, здравствуйте. 300 км, здравствуйте. Получилось, что это происходит. Так, я не знаю, что я здесь. Я не знаю, что я здесь сидеть. Я не знаю, что я здесь сидеть в том плане, даже еще в том плане, даже еще в том плане, у нас общий подсевок. Значит, ширина между рядами не имеет значения на конечный результат. Севалок-то мне уже поменял. А вот для Крыма. Вариант 100 тысяч, вручим физически сеем. Здесь получаем 75. Раз, два, три, пять. Эрнец, вот твой вариант. Вы не teaish. Изестилый сорт. Поздний стиль. Поздний. 이�ak. У него потенциал бы, что-то, если полчаса, то полотопчане приехали бы, они бы так крутились и ушли. Поедем туда в август и посмотрим, что здесь будет. Глифосадов, по внутрь. По стенам, по стенам. Глифосадский торнадо. То есть не врунтовый? Нет, только именно для фасада. Вопрос, если как фасада подается. А потом, если выравнивается, то на первом этаже есть желтые. Нет такой впечатления, что здесь делать именно после ногтей. После все нормально. Что-то может быть? Теоретически, после... Не должно быть поедине. Второй год заметил. Пшеница желтая? Да, после ногтей. Инокуляция? Нет, нет, нет. Он подъедает, короче, у вас недобор урожая будет. Он подъедает почвенный азот. Значит, на что я хочу обратить внимание. Все бобловые, значит, оставляют много азота, да? Ну, я, собственно... В живей массе, когда его зарубить. Значит, все... Я инженер-механик, да. Я там мыслю как... Со стороны физики. По-другому, да? Я как-то приходилось делать исследования. Была попытка стать кандидатом на лук и так далее. Значит, нут, соя, чечевица... Как называете культуры? Горох нет. Горох нет. Нет, нет. Это не наши культуры, они завезенные. Здесь штамма. Значит, нету. Их надо искусственно инокулировать этими штаммами. И тогда, получается, мы инокулируем. И, значит, вырастают бульбашковые бактерии, которые симбиозии синтезируют азот из воздуха. Они не потребляют... Я сейчас закончу мысль. Не потребляют тот азот из почвы. Азота у всех. Со всех регионов будет мало, потому что он мобильный. Он и туда, и туда. Сколько его не насыпь, его мало. Он не потребляет азот из этого самого. Из почвы, а он его синтезирует из воздуха. Поэтому, практически, как я сказал, соя, культура самодостаточная. Для формирования урожая. Урожай это у нас бобы. А бобы это у нас белок. А белок это соединение азота. То есть мы берем с воздуха, подаем, синтезируем этот азот в зерно. Естественно, как бы, обработайте инокулянтом. Но только чтобы на корнях, мы еще раз смотрели, да. Появились в обязательном порядке. Даже можете оставить. Примошковые подвери специалисты. Если там на сойне, ну, такой до пяти миллиметров, какой-нибудь спущенный мячик, то на этом самом он такой, как детская ложка. У нас будет так дорого. Это что получается? Тут собирает больше азота, чем туда и культура. Может, ему не хватает азота, поэтому нужно идти в астантовую. Оно забрало, короче, азот. А в любом случае, астантовый азот нужен и осенью. Максимально для злаковых его и весной надо, как бы, не вопрос. Поэтому я, не сложно, конечно, так вот на свою руку, да, вот, когда у нас разобрались, обработать азотиантов. Кстати, у меня была презентация по сою, там, где у нас, как говорится, эксперимент выдался, потому что мы сделали неправильно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Может, сделали неправильно эксперимент был? Было одно поле на связи с теми, было одно поле, на котором было свежее поле, на котором только не было соя, не было проэнкрубировано. И мы с одной стороны, короче, прибавку продолжали, и, значит, прибавку по белку. У меня не оптимаем. Упраздновителя оптимальность. Продавитель есть? Смотрите, мне просто. Иноградный оптимальность. Поле 50 гектаров, 5 гектар не посеяли, посмотрели, все нормально, прибавка есть и забыли. Посеяли пшеницу, через год взеваем сою и смотрим, а это что за желтая бютмана? Не пятно, а полоса. Присматриваемся, а мы перед этим сеяли еще селка пропашной на 70. И вот там, где селка пропашной на 70 сеяли, через 70 зеленые такие, более высокие растения. Мы вспоминаем, а мы же это поле полностью повторно не обработали инкулянтом. Разница была 14,9 центнеров. Там, где обработано было два года назад, 14, там где обработано 9. Ну, смотрите, как разница была. То есть каждый год уже не спадали. Вопрос в огонь, что за нас тушать, говорят люди. Да не вопрос, 20 минут давать. Ты ей сказал без разницы? Да. То же самое и по рапсу. Нет. А поэтому, скажи, положилась пшеница потом от предшествия. Между ряде и предшествия, не знаю. Какая разница? Ты сказал, что ей была те узкая бассейна соя, ей была широкая. А, ну, в принципе... Пшеница, да? Да, 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 да. Я как бы, это самое, ну, вот. У меня был такой опыт, в поле работали две сеялки. Одна на 70. Ну, какие были сеялки, такие работали. А другая на 19. И, значит, потом, благодаря этим картам, которые стоят, контролируют влажность и урожайность, зарисовывают на мониторе. Там, где была пшеница уже, после сои, после уборки, урожай сои был одинаковый, где на 19, где на 71. Но, там, где на 70, на следующий год пшеница, да, на 4 сантиметра больше. 37 и 41. Почему? А соя больше вынесла? Должна наоборот равновения распределилась. Не знаю, может... Нет. Да нет, и там, и там. Ну, где на 70, там, ну, возможно, было меньше потребления питательных веществ. Междуряд. Междуряд где-то. Аккумуляция. Кстати, для... Это мы... Мы даже и не задумывались над этим. Звонит управляющий. И тут сейчас мы пошли вниз, и тут лучше сыпать стало. А потом соединили два комбайна, соединили карты, как раз вот там, где все на 70 сел. Потому что селка потом перепрыгнула через 70, ускорядная пошла дальше сеять. Вот эта полоса, где работала селка на 70, более зеленая, ну, закрашенная этим самым. Потому что, если у кого есть деньги, ребята, рекомендую, там такие интересные вещи поставить эти системы. Ну, и пора. Сергей Васильевич задал. У меня остался без разницы. Что ж нас вести? Ну, вопрос о потенциале поля. Да. Ну, Федоренко лучше всех, я думаю, меня понимает, да? Да, вот, вот, густо. Вот, ребята, не выдумывайте ничего там. Своят точно, Кроссик, посолнечник точно сможет дать, реализовать свой потенциал, тот который заложен. Кукуруза, ну, кукуруза одиночная, до шести початков. В каждой пазухе она свободно выкидывает початок. Единственное, что она одиночно стоит, и там нет рядом соседок, с которым она может перепрылиться, хотя она самая пыляющаяся. Ну, моя мечта получить два початка на 25 тысяч. Владимир, все уже там. Мы все равно, вот, вопросы вечером будут, куда вы ставите. Все, да, все за задание. Следа. Хочешь сделать резку? Да. Вы только копаете. На почке. Там надо гневитоковик покопать. Вот тут, этот, следа. Смотрите, я сфотографировал у меня дома почту, и что-то мне не нравится. Может мне очки снять, а? Что, не видишь? Это вот черный, смотри. Уголь залегает близко. Посмотрите, как у меня, она какими-то пусками берется, такими пластичатыми, сколько удовлетворений, 80 килограмм сложного на пшеницу, 200 килограмм спит. Лопата есть? Там, где Вика, пойдем копнем, где Вика растет с рожью. Пойдем накопаем их. Две секунды, вот тут, где убитая, да, рожья, и где она растет? Александр! Ну, что мы сюда приехали? Ну, давай там копнем, где растет. Нет, может быть. А, вот здесь? Нет, вот здесь и вот тут. Эксперимент. Они не торчат. Они не торчат. Они не торчат. Они не торчат. И тут. Сюда я ездил. Да я хочу сделать свет. А с влагой тут, смотришь. Да, кстати. А цвет не такой черный, да? как-то да все равно хорош заезжали вчера на поле вадима уже туда выезжали там вообще почва была, вы не видели, вы же с нами ехали а вот так, смотри, она рассыпается и вот здесь там такая самая а, нет, 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 все не успокоилось вчера у Вадима столько червей было она начала, видишь, делать крупные огрех там она, вот, смотри я просто к чему это Вадима, копаем